эту экспериментальную лекцию вот тема ее представлена на экране но в девичестве она называлась по-другому и это наша служба борьбы с аспирантами решила что вот так вроде строже но я привел и то и другое замысел этой лекции я хочу сказать что она конечно экспериментальная он родился очень давно он был очень прост нечеловеческое количество раз я и другие члены ученого совета сталкивались с одними и теми же ошибками в представлении диссертационных презентаций докладов и каждый раз вылезать на трибуну с одними и теми же претензиями не охота лень и в общем надоедает собрать вас вот для того чтобы выпалить пару замечаний которые крутятся у всех на языке вот в таком лаконическом стиле фельдкурата оттукаца который вы видите с солдатом шлейком на этом слайде это в общем было бы нахальством и чересчур эксцентрично и поэтому я начал думать и советоваться с многочисленными коллегами в инстоке вот чтобы набрать материал на полновесную лекцию о том что должно быть чего не должно быть в диссертационных докладах авторефератах и презентациях все это взаимопроникает между собой доклад презентация автореферат и я наверняка буду делать какие-то логические петли заранее прошу вас извинить небольшой экскурс в историю я здесь по крайней мере чужие диссертации слушаю уже 42 года 35 лет назад я здесь защищал вот с этой кафедры кандидатскую 16 лет назад докторскую так что опыт поднакопился я его суммировал с опытом коллег а начинали мы вот с того что здесь стояла доска и уже наконец утащили несколько лет назад на ней мелом рисовались некоторые иллюстрации приводились некоторые аргументы или на нее на больших ватманских листах вывешивали большие плакаты с таблицами рисунками и прочее потом настала эра диапроекторов когда практически все презентации шли с диапозитивов и появлялись тоже разные моды был одно время было безумно модно голубой вираж так называемый диапозитивы на голубом фоне делались только в нескольких местах в москве мне по знакомству сделали в кардиоцентре вот а потом настали новые времена 26 апреля 2000 года я притащил сюда вот не этот а другой мультимедиа проектор который одолжил у на фирме потому что перед этим увидел эту дивную вещь когда работал в неаполе на зоологической станции мне там предложили провести семинар и для этого пообещали понаделать слайдов а как понаделали оказалось что они плохие и тогда они меня подпустили к этому чудному устройству которому они даже сами-то боялись подходить это было безумно продвинуто и прогрессивно но вот там я у них по-быстрому научился делать презентации притащил сюда это знание потом здесь значит появился вот этот проектор и через год дирекция попросила меня помочь приобрести по моему вот этот вот самый проектор он до сих пор жив вот но дело-то не в том так сказать как через что вы показать а все-таки соль как всегда сводится в содержание докладов и презентации это зависит не от того через какой проектор вы это показываете какое содержание вы на самом деле в это вкладываете но перед тем как перейти к перечислению вот всех этих тонкостей я хочу сделать небольшое отступление в сторону ну конечно человек который работает в биологии для него наслаждение ставить опыт и придумывать их обсуждать это не вопрос и что по-настоящему конечно доставляет неприятности это вот чудовищное количество всяких формальностей и всякой ерунды которая была в изобилии когда защищались мы много лет назад насколько я понимаю сейчас меньше их не стало сейчас помню тоже 35 документов готовится для защиты кандидатской чтобы с этим справиться творческому человеку нужно придумать какие-то позитивные моменты вот в этом вот противном занятии значит что я в этом плане могу вам предложить значит первое то что волей-неволей при подготовке кандидатской вы должны начитать много литературы и это полезно и из общих соображений для того чтобы вы представляли себе место своей работы в мировой науке ну и для бойкости ответов на всякие непредвиденные вопросы которые вам могут задать в защите второе это может быть чрезвычайно увлекательной головоломкой придумать как за 20 минут объяснить абсолютно разнородной аудитории что вы собственно грязь сделали в нашем институте это особенно актуально потому что у нас буквально всякой твари по паре огромное количество лабораторий каждого занимается своим четыре специальности в двух ученых советах в одном ученом совете у нас объединены физиологи с генетиками и он честно должен сказать что это физиолог генетики понимаю мало сильно подозреваю что коллеги из смертной науки тоже в общем не все знают о физиологии поэтому здесь нужно быть особо осторожным и на докладе в принципе придерживаться языка понятного грамотному выпускнику биофака обязательно прогоните текст на каком-нибудь человеке не из своей лаборатории найдите кого-нибудь друга который примерно представляет себе чем вы занимаетесь и он вам потом скажет что все что вы несете абсолютно непонятно может быть он вам подскажет где вы употребляете жаргон который недопустим он очень прилипчив привычен на каком-то этапе можно забыть просто что жаргон а не законное обозначение когда вы выходите за пределы своей лаборатории оказывается что вас никто не понимает и обязательно послушайте что человек скажет по поводу терминологии которая сейчас плодится в совершенно нечеловеческих количествах она не переводится она калькируется с английского и за этим тоже надо следить если такие выражения у вас есть обязательно отследите их и объясните если у вас трудности с дефектами речи подумайте заранее о том чтобы подобрать выражение и вот это тоже один из практических советов вот это вот не зря здесь появилась это мысль которая должна преследовать вас постоянно все к чему вы привыкли в чем вы себя уговорили за четыре года аспирантуры у вас это войдет вот на уровень спинного мозга для тех к которому вы все это рассказываете это абсолютная новость и все то что вам кажется совершенно очевидным таковым не является для вашей аудитории помните это и старайтесь объясняться понятно ну решение такой вот нетривиальной задачи как придумать как увлечь абсолютно разнородную непонятливую аудиторию полетом свои мысли это должно быть огромным бонусом для вас ну и наконец третье что я придумал и фактически это наиболее существенно это то что подготовка диссертации дает некоторые возможности которые в обычной жизни не встречаются когда вы пишете работу для какого-то серьезного журнала вы ограничены объемом вы ограничены тем что любые так сказать вольности будут наказаны строгими лицензентами в диссертации вы можете себе позволить несколько больше и этим нельзя пренебрегать потому что другой такой случай когда может повернуть скажу соберетесь докторскую защищать или вам кто-то закажет серьезный обзор того же другого будете ждать очень долго не беспокойтесь по поводу перебора с проявлением своей фантазии потому что буквально на первом же этапе ваша фантазия будет должным образом отредактирована вашими старшими коллегами и шефом но в ходе этого редактирования и обсуждения у вас есть шанс обкатать аргументы за и против и если вы сумеете выстроить логическую линию достаточно обоснованную вы в любом случае можете попробовать это протащить в свою защиту потому что если кто-то начнет импровизировать из зала с возражениями у вас конечно будет позиционное преимущество потому что вы подготовились а из зала человек пойдет со своей инициативой я могу сказать что я имел нахальство протаскивать достаточно вольные концепции в кандидатской и в докторской как видите в общем и то и другое увенчалось некоторым успехом теперь мы перейдем уже поближе к так сказать от удовлетворения моральных запросов диссертантов перейдем к удовлетворению моральных и этических запросов членов ученого совета сейчас сложилась конечно несколько необычная для нас тоже ситуация когда кандидатская диссертация называется квалификационной работой это как-то морально и психологически несколько принижает ее уровень ну во первых все таки значит квалификационная а не лабораторная с заранее известными методиками с заранее известными результатами и все таки следует учитывать что в умах членов ученого совета сидит все таки старая парадигма что кандидатская диссертация есть законченное исследование в которое приводятся новые факты и появляются новые или развиваются прежние концепции и в общем хорошо бы этому соответствовать и соответствовать надо эстетическим запросам членов ученого совета сейчас конечно не заваливают на защитах и вот славное племя соискателей на которых которым я сам принадлежал и на которых можно было на ученых советах в общем-то оттапсываться безвозбранно потому что никто за них не нес ответственности сейчас их уже почти нет и скоро не будет вовсе с плановыми аспирантами конечно будут расправляться только на апробациях об этом пойдет речь на апробацию надо выходить в полной боевой готовности никаких скидок на то что там вы что-то поправите потом при защите быть не должно все по-боевому все так как вы считаете прямо вам конечно накидают замечание вы все должны будете как-то учитывать но вы должны выходить на бред защиту как на защиту вот в таком вот виде не должно быть никаких иллюзий по поводу того что презентацию можно построить из вторсырья из тех слайдов которые у вас за 4 года так или иначе накопились в ходе там различных конференций докладов там конференций младых ученых в институте презентацию для защиты надо делать заново надо брать сырье и переделывать хотя бы для того чтобы соблести стилевое единство вот что действительно раздражает всегда это вот нережливость когда разные дизайн разные слайдов разные шрифты разное оформление кое-как когда видишь кое-какерское оформление начинаешь думать не такой же неряшливый подход и к содержательной части работы значит теперь вот переходим к общим соображениям по задачам диссертационного доклада и презентации самое главное первое по крайней мере в моем представлении что должно владеть умом диссертанта продумать как следует выстроить линию хотя бы сначала у самого себя в голове что вы собственно говоря сделать нет ничего страшнее для аудитории чем доклад вот то что братья Стругацкие называли доклад в стиле лаборант когда значит говорится что а еще мы делали то а еще мы делали это а еще мы делали это без всякой связи внутренней это вот как панамарь по тысяча первому покойнику на коллективных отпеваниях если кто-то видел вот эту вот страшную картину этого быть не должно должна быть четкая логическая выстроенная линия это то что требуется по-настоящему от любой работы значит доклад принципиально надо строить на основе автореферата потому что вы когда начинаете писать автореферат вы волей-неволей отбираете наиболее существенные материалы и опять таки из-за ограниченности объема так или иначе вы вынуждены выбрать наиболее лаконичную форму изложения значит одно техническое замечание автореферат печатается на листе а5 значит это лист а4 положенный на бок разделенный на два но содержимое при печати содержимое листа а4 в него должно быть втиснуто и то что на листе а4 еще кое-как различимо с учетом вот уменьшения масштаба на листе а5 уже может сливаться поэтому там особенно там где всякие сложные таблицы и мелкие рисунки на листе а4 обязательно распечатайте это это очень легко в формате а5 посмотрите что получится не будет ли это все наплывать и превращаться в неразличимые кракозябры значит при построении скелета презентации полезно задать себе вопросы перечисленные на слайде и последовательно на них ответить вы потом сможете конечно там что-то удлинять что-то выбрасывать что-то вставлять но основную линию надо выстроить вот таким образом чтобы опять таки существовала последовательность логическая взаимосвязанная внутренне значит важнейший фактор времени очень плохое впечатление производят всегда переборы никто за одной минуты ничего с вами плохого не сделает но когда еще минуточку еще минуточку председатель ученого совета начинает нервно посматривать в сторону потом делает замечания это всегда очень неприятные впечатления производит перед защитой многократно надо провести хронометраж речи будете перебирать безжалостно сокращайте лучше чем-то пожертвовать чем вот так вот безнадежно вылететь за регламент на что как можно ориентироваться что нужно подготовить значит приблизительная конечно числовая характеристика приведена на экране вот примерно столько текста надо заготовить под доклад далее очень полезно конечно сопровождать все это слайдами длительность которых вот минимальная приведена нужно чтобы и проверить опять же сами если вы выводите текст на экран человек с нормальной способностью к чтению должен пока слайд держится на экране должен успеть его прочесть если вы показываете картинку картинка должна быть ровно столько на экране чтобы человек успел понять о чем картинка это не должно быть такое мелькание когда никто ни за чем не успевает уследить потому что возникает впечатление что он пудрит мозги просто изображают больший объем информации чем на самом деле стоит показывать значит характерный прием которым пользуются диссертанты которые все таки не потрудились хорошо проконометрировать свой доклад и начинается выступление в стиле а вот разрешите не зачитывать выводы потому что они уже прозвучали в докладе значит на самом деле все понимают что это такая легкая маскировка того что время перебрано бывает что не хотят зачитывать подряд все выводы значит это возможно но тогда заранее вы когда во время доклада произнося то что является выводом вы обязаны обозначить что вот данное утверждение является выводом из данной работы значит вот чего категорически следует избегать это вот фокус который последнее время вошел очень в моду значит на экране появляется длиннющий текст и диссертант его нахально прочитывает значит первая мысль возникает что диссертант сомневается в способности членов учебного совета прочесть текст самостоятельно но на самом деле конечно это означает что диссертанту лень было выучить и он просто себе устраивает телесуфлер значит это выглядит очень плохо по физиологическим соображениям организм устроен так что через два канала сенсорных он очень плохо воспринимает одну и ту же информацию она путается и избивается а тут вы значит нагружаете зрительный анализатор и слуховой одним и тем же люди могут этого не осознавать но это очень их раздражает не бывает много слайдов слайды очень помогают в разъяснении вашего материала сильно экономят время зрительная картинка хорошо построенная всегда убедительнее и понятнее чем текст который приходится воспринимать на слух еще одно одно уточнение этого положения это то что вообще в презентациях и в докладах очень плохо воспринимаются таблицы и они тем хуже воспринимаются чем больше в них граф и столбцов пропорционально квадрату количества ячеек и надо этого избегать всемирно если все-таки вам по каким-то причинам в зарез нужна именно таблица обязательно обозначить что у вас в столбцах что у вас в строках но лучше вот даже из этой вот картинки видно это фактически одни и те же цифры но вот таблица и вот то же самое в виде диаграммы очевидно что человек с глазами легко поймет что на диаграмме и будет долго сравнивать в уме цифры которые в таблице значит обязательно показывайте эффект вот вы говорите все не должно быть таких вот утверждений типа там разница очевидна вот здесь эффект если есть то его надо показать курсором чтобы аудитория не мучилась в догадках правильно ли она поняла где эффект и сравнить либо с контролем либо с референтной с референтным эффектом и тогда вот люди будут понимать о чем идет речь если есть возможность в таблице или на графике посчитать достоверность укажите ее это стало выходить из моды когда то это было обязательно но на самом деле статистическая достоверность там где она вычисляется очень уместно это полезный аргумент в пользу того что это не случайный там какой-то случайная флюктуация теперь мы последовательно переходим к тому что должно быть в докладе чего желательно избегать значит ну самое простое просто напомню что в титульном листе надо обязательно указать научного руководителя если он имеется и организация в которой все это проводилось на современном этапе когда от диссертанта не требуется грамотности уже а требуется только способность запустить проверяющих в том редакторе в котором вы пишете недопустимы опечатки ну раньше да когда это машинистки на механических машинках стучали делали опечатки потому что они не понимали какая разница между нейроном и нейтроном и вы могли это и проглядеть просматривая потом полученный текст но сейчас это лезет в глаза вам красным подчеркивают устраните красное подчеркивание из вашего текста потому что все члены ученого совета работают на компьютерах они знают что слова с ошибками подчеркиваются если остались слова с ошибками значит вы поленились прочистить собственный текст очень понятное желание похвастаться и вставить в презентацию на защиту свой слайд с международной конференции или с международной публикации это понятно но недопустимо защита ведется на русском языке опять-таки здесь сидят люди в ученом совете разных специальностей термины ваши они знать не обязаны значит непременно слайд надо перевести на русский язык хвастаться надо скромно и с достоинством если очень хочется можно поставить ссылочку если вы не первый автор можно перечислить всех это не грех это поймут если это супер пупер какой-то журнал такой потрясающий Nature и вы там опубликовались понятно хочется похвастаться значит дайте краткую библиографию за это вас никто не осудит но слайды должны быть на русском вот это вот пример того что случилось недавно на отчетной сессии института вполне взрослого сотрудника между прочим вот это вот абсолютно недопустимо смешение французского с нижегородским это просто дурной том и этого быть не должно ни в коем случае это опять таки та же самая проблема понимаете там у вас какие-то термины ваши которые знают вот вы еще пять человек в мире а мы тут все должны это дешифровывать и не быть уверенным что перевели правильно из той же оперы если вы употребляете какое-то латинское название дайте его русский эквивалент если это конечно не мус мускулюс и там дрозофилонолоногастр или там какой-нибудь ксенопус левис во всех остальных случаях обязательно дайте перевод потому что опять таки вот вы привыкли вы точно это все знаете никто из окружающих это знать не обязан еще одна вещь которую многие коллеги просили вставить в эту лекцию не множьте аббревиатуры аббревиатур уже в биологии наскладывалось великое множество и так они всюду понимаете АТФ ДНК и ДТА даже не все между прочим знают что такое АХАЭ то есть ацетилхолин и Стераза это знают физиологи генетики вряд ли вообще про такое когда-нибудь слышали максимум что вы можете себе позволить в докладе во всяком случае это одна аббревиатура для очень часто повторяющегося очень длинного какого-нибудь определения которое надо при первом упоминании обязательно расшифровать и учитывать что вы его произнесли совершенно не факт что все его сей секунд запомнили и поняли что вы сказали поэтому периодически надо называть не аббревиатуру а все-таки что это такое на самом деле может быть вы в конце доклада все-таки внедрите это в сознание членов ученого совета и конечно постарайтесь чтобы эта аббревиатура была достаточно легко воспроизводимой и по возможности благозвучной чтобы не было хор там и прочее да вот теперь мы приехали туда куда ехали с самого начала вот это то что меня бесило всегда и я пытался всем объяснять и собственно почему взялся придумывать эту лекцию чудовищное впечатление производят слайды заполненные невероятно мелкими абсолютно нечитаемыми письменами которые мозг все равно пытается читать потому что раз ему он понимает что это текст и он рефлекторно пытается начать это читать чего делать конечно же нельзя и вот я вам привожу несколько примеров оформления текстов из которых вот уже из первого совершенно очевидно что кегля меньше 18 быть не должно на слайдах не при тех обстоятельствах вообще-то лучше 20 а заголовки конечно все должны быть где-то от 30 с лишним и вверх так чтобы у меня в презентации ни одного заголовка меньше 36 нет ну вот теперь вы можете посмотреть как то же самое выглядит в обратном оформлении значит цветовая гамма заодно ну конечно да черный шрифт на белом фоне это абсолютно беспроигрышно это легко читается ну может быть это для такого торжественного случая как защита кандидатской это немножко будничные как-то скучновато значит ну вот тут надо учитывать что черный белый на черном особенно когда кегель меньше он хуже воспринимается чем черный на белом менее четко желтый на черном получше значит очень осторожно надо поводиться на вот соблазн который представляет пауэрпойнт всякие там отражения тени сияние и прочее но в принципе тень когда хорошо работает проектор она позволяет улучшить восприятие красное скажем с желтым очень осторожно подбирайте соотношение вот цвета шрифта цвета фона зависит от типа слайда но не при тех обстоятельствах конечно не должно быть там голубого на синим или синего на голубом ну вот совсем недавно на отчетной сессии был темно-синий слайд с каким-то конфокальным там вот с какой-то конфокальной флуоресценцией и нам красная надпись мелкими буквами абсолютно не читаем вот она здесь приведена ну так здесь в последней строчке кингель шрифта огромный он это читается а если его уменьшить раза в два ни черта не будет понятно не пытайтесь поразить аудиторию и особенно членов ученого совета которые в своей жизни много чего повидали огромностью своих знаний и сложностью процессов с которыми вы работаете вот такую схему показывать нельзя опять-таки то что допустимо в диссертации на бумаге или в статье когда человек имеет возможность этот рисунок рассматривать с близкого расстояния сколь угодно долго абсолютно недопустимо на докладе который ограничен временем еще и расстоянием рассмотреть что там вот это вот муцупусеньки и какие-то там кракозябры на экране распознать это невозможно значит если вам все-таки нужны какие-то многокомпонентные схемы перерисовывайте их в крупных блоках но на самом деле на самом деле лучше все-таки не вестись вот на такие ухищрения и там где можно разделить слайды там надо слайды разделять если у вас на слайде три каких-то отдельных картинки это допустимо только в одном случае если вы хотите показать связь между этими тремя отдельными картинками объяснить как они между собой взаимодействуют если это три отдельных мысли сделайте три отдельных слайда и не пудрите ни себе ни окружающим мозги вот такие вот слайды как скажем разрисовка перспективной судьбы клеток ценораб детисель газ недопустимы кроме одного случая если вы хотите показать огромность явления которые изучаете но сразу тогда предупредите аудиторию что не надо пытаться читать это исключительно для демонстрационной цели и совершенно не для осознания неоднократно на защите делались попытки вот на таком слайде что-то показывать там может быть нарисовано абсолютно что угодно там могут быть нехорошие ругательства написаны вы этого все равно из зала не усмотрите кстати сказать когда вот это все делаете обязательно обязательно не ограничивайтесь просмотром на экране компьютера все что вы подготовили всю презентацию надо просмотреть самому или попросить кого-то из лаборатории просмотреть это из зала насколько это читаемо насколько шрифты разбираются хотя бы на уровне там пятнадцатого ряда ну за пятнадцатым рядом сидят либо особо зоркие либо те кому особо не интересно и уже там можно не так сильно на этот счет беспокоиться но обязательно и с цветами иногда вот видите какая вещь получается вот он недостаточно хорошо цвета передает это надо знать заранее и корректировать техническое замечание если вам по ходу дела один и тот же слайд нужен несколько раз он повторяется то лучше его вставить два раза не ходите назад а потом вперед это вы потеряете время собьетесь с темпа люди утратят нить ничего страшного один и тот же слайд и тот же слайд если нужно надо повторять ну и заканчивая вот эту часть доклада я хочу сказать что вот раньше как-то это все существовало подспудно и на уровне личного неудовольствия членов ученого совета ну а теперь вас честно предупредили и простыми замечаниями может члены ученого совета могут и не ограничиваться а взыскивать по всей строгости значит теперь несколько советов по поводу собственно защиты значит существует две основных модели поведения диссертантов бравый солдат и ой не бейте а сейчас сама умру значит первый случай более предпочтителен потому что бодрый веселый вид диссертантов внушает членам ученого совета надежду что и защита пройдет достаточно бодро и весело значит во втором варианте вы эксплуатируете чувство жалости и нежелание ученого совета огребать неприятности на сорванной защите убить не убьют провалить не провалят но нехороший осадочек в нашем то институте с его огромным значением общественного мнения остается и он вам может повредить у нас вот есть такое знаете обычно это чаще это в другом выражается так начинают в какого-то момента подходить к тебе и так заглядывать в глаза и говорят по-моему тебе пора защищаться и тогда в общем человек понимает что в общем это будет правильно понято особенно в те времена когда это в общем действительно было соискательство в основном а не аспирантура в любом случае перепуганный но хорохорящийся лучше чем просто перепуганный так что ну если вы очень нервны значит примите что-нибудь успокаивающее про которое вы точно знаете что вы от него не заснете и держите хвост пистолетом значит формула которая употребляется для начала доклада глубоко уважаемый председатель ученый глубоко уважаемые члены там и так далее это является правильным не экономьте на буквах уважаемый это обращение к половому в трактире еще живы люди которые это помнят а глубоко уважаемый это правильная формула обращение в официальной обстановке заради бога выучите то что вы собираетесь рассказать на память нет ничего противнее чем зрелище темени докладчика который бубнит что-то там у себя не подымая глаз если вы боитесь что все ваши умные мысли вылетят у вас из головы когда вы окажетесь на этой кафедре возьмите шпаргалку шпаргалка не должна пугать аудиторию своими размерами как правило это должен быть в общем на одном максимум двух листах список слайдов которые у вас пойдут слайдов как я в стойке с того что я вам показывал не должно быть в презентации если вы только не устраиваете так сказать анимационную демонстрацию где они мелькают там раз в секунду слайдов не может быть там больше двух десятков не такой большой список и это все можно уместить на одном листе на случай если не работает микрофон здесь это случается заранее когда будете пробовать доклад попросите кого-нибудь послушать определите заранее громкость своего голоса на случай выхода микросгона из строя очень нехорошо когда вот вырубается микрофон открывает щука рот тут на кафере не слышно что поет надо знать заранее вообще к чему можно подготовиться заранее подготовьтесь тогда это не будет для вас неприятной неожиданностью на защите совсем уж заключительные замечания это вот то о чем меня многие просили это вставить и я с ними совершенно согласен появилась такая мода в качестве вывода формулируется сделано то-то и то-то дорогие товарищи это не вывод это констатация факта значит алгоритм построения вывода приведен на слайде это некоторая сумма некоторый синтез нескольких положений минимум двух вы получили какой-то результат в совокупности с ранее известными какими-то данными это образует там новое положение там или уточняет там старое положение вот это вывод а совсем не перечисление очередное перечисление что вы там делали что вы неизбежно уже говорили значит появилась еще одна мода заимствованная явно с пресс-конференцией в ответ на заданный вопрос спасибо за хороший вопрос значит принципиально на защите кандидатских это выглядит томикошонством со стороны младшего по возрасту диссертанта в отношении старшего по возрасту члена ученого совета и вообще боевая задача диссертанта состоит не в оценке задаваемых вопросов а в том чтобы на них отвечать и это следует помнить значит по поводу того как шутить на защите значит юмор на защите в принципе совершенно уместен безопасен если это докторская защита тогда вы уже тут самый главный вы лучше всех все знаете и вас все знают и особенно если вы пошутите остроумно это будет принято и прощено вот но следует помнить что если вы шутите ваша шутка должна абсолютно точно соответствовать действительным обстоятельствам полученных вами результатов в противном случае вот ну и чтобы не заканчивать на печальной ноте напомню вам о том что вас ждет после защиты и пусть это вдохновит вас на подвиг все вопросы ну а как же когда вопрос когда задают вопрос вообще не говорить ничего просто спасибо спасибо у меня вопрос по поводу выводов известно что выводы должны целиком соответствовать задачам поставленным если поставленная задача получить какую-то модель то выводах должен быть вывод но получается соответствующий вывод что мы получили модель или что-то там получили как это мы сделали то-то и то-то что дало возможность получить такую-то модель которая отличается кем-то ну то есть должно быть понятно откуда и куда вы идете а не просто что вы что-то сделали в вашей работе которая называется определенным образом направленным на что-то конкретно что-то сделано вы должны объяснить откуда и куда вы шли и каким образом вы к этому пришли почему вы считаете что ваша вот модель соответствует вашим же запросам соответствует там исходным каким-то предпосылкам на которые вы опирались когда формулировали эту работу вообще на самом деле руководствоваться при подготовке оформления презентации надо тем чтобы было понятно первично и самое главное содержательная часть чтобы вы донесли идею своей работы не то как вы много и тяжело трудились все много и тяжело трудились а вот что вы сделали нового это всем интересно и это самое выигрышное и если кстати вот то о чем я забыл сказать бывает так что ставится какая-то задача и потом ну в идеальном случае да целенаправленно вы бьете в одну точку разными способами и приходите к какому-то результату бывает так значит что-то начали потом появилась возможность поработать там в лаборатории за бугром что-то там поделали потом вернулись здесь изменились обстоятельства потом появилась какая-то методика которая так хороша что она приносит много результатов и в общем выстроить все четко связано в непрерывную линию очень трудно значит в этом случае можно порекомендовать такую вещь не ставьте в доклад все то что у вас в работе сэкономьте на том что стоит несколько сбоку за счет вот этой экономии лучше подробнее расскажите о выигрышных моментах о взаимосвязях о логике своей работы тогда вы действительно произведете хорошее впечатление лучше чем опять таки задавить слушателей массой своих данных которые конечно при хорошем трудолюбии воленс воленс накапливаются к концу четвертого года у меня еще вопросы опять про выводы можно ли когда в промежуточных участках работа я заканчивала один блок писать там вывод один то-то то-то я слышала что писать слово вывод строго запрещено можно говорить как это следствие как заключение но нельзя писать вывод потому что это всех злит это правда да я не думаю что это всех злит на самом деле всему свое место допускается чтобы просто вот по ходу дела если вы действительно сознательно не потому что вы время перебрали а потому что вы сознательно не хотите в конце доклада вывод за выводом все выкладывать скажите что вывод вот данное положение по ходу дела это вывод вот этого вполне достаточно в конце концов у вас все равно это напечатано в автореферате автореферат вы рассылаете заранее все это читают все кому хочется в этом разобраться они уже разберутся так что здесь опять таки очень мало таких строгих запретов на какие-то там действия практически их нет я говорил о том что производит дурное впечатление что отвлекает от существа дело что топит существо в каких-то мелких подробностях и чего конечно надо избегать ну то есть если выводы по ходу дела в конце слайд выводы надо делать нет вообще вот этот слайд совершенно не обязательно это тоже модно такая слайд выводы вы это произносите избегайте я об этом говорил избегайте дублирования не должно быть того что вы говорите это и это же показываете сейчас я не знаю обратили вы внимание но я не повторял того что на экране текст кроме одного случая когда сознательно он был туда выведен для того чтобы показать что чтение длинного текста неуместно понимаете выводить вот такой большой текст и читать его плохо выводить большой текст и не читать давать людям читать самому стать молчать глупо поэтому лучше этого избегать насколько допустимо делать дополнительные слайды ну для дополнительных вопросов обязательно то есть ну опять никто не заставил вообще вот с дополнительными вопросами это я пропустил существует практика распихивания вопросов по знакомым друзьям она морально скажем так сомнительна но я лично думаю что в определенных случаях это в общем морально отчасти оправдано если у вас есть какой-то вопрос который не очень как раз ложится в основную логику вашего изложения но сам феномен какое-то наблюдение какой-то результат представляет с вашей точки зрения интерес то нет большого греха поделиться этой мыслью с кем-то из друзей и на этот случай приготовить слайд вообще вот по тому что вам покажется при подготовке лишним избыточным не выбрасывайте оставьте какое-то количество слайдов которые вам кажется представляющим интерес вот за таким последним слайдом спасибо за внимание кстати сказать это желательный слайд не обязательно в общем но это хороший тон вот за ним поставьте те слайды которые в принципе могут понадобиться да это полезно у меня еще один вопрос про благодарность я реально понимаю что мы выносим благодарность сначала ретендентам оппонентам потом заедущим в лабораторию потом уже коллегам нет нет никакой утвержденной железной последовательности можете благодарить в любом порядке начиная с мамы или заканчивая ею это на ваше усмотрение благодарить можно всех кого вам хочется ну и соображение так сказать личной безопасности очень советую поблагодарить научного руководителя все обращаю внимание ваше чтобы уложились по срокам так очень здорово ну и вот ваше